Пластиковые окна Для начала надо подготовить проем Затем в стенах при помощи долота и молотка выбиваются желоба для крепления Обязательно снимается старый подоконник, даже если он из мрамора Ставится новый Для чего снимается старый, я объяснить не могу, так полагается по технологии Затем вставляешь готовые стеклопакеты Щели заливаешь строительной пеной Излишек срезаешь Потом все шпаклюешь и красишь Это мой бизнес У меня фирма, состоящая из меня самого и приходящего раз в месяц бухгалтера За 20 лет я вставил 10700 окон Поначалу считал, потом бросил Может быть могло быть и лучше Но мне нормально, на жизнь хватает Грех жаловаться Сейчас все говорят, что в конце 90-х все было плохо Типа там есть было нечего, на улицу нельзя было выйти, всех убивали Армия в дедовщине и в Чечне пропадала, и там все такое прочее Может быть? Не знаю, нам было нормально Вставай Вставай Завтрак? Да, Таша Здорово В свое время я... Оголовка отбуя Алексей Твоя мама Говорит, что ты не хочешь учиться А в наше время без высшего образования просто... Слушай, ты что, стрибно такси, Мич? Алексей Борис тебе добра желает Какой Борис, мам? Почти Миша Борис такой чернявый был Если б я был твой отец, то пришел бы тебя, пипец Алексей! Мать твою залпу Жопу свою пожалей Алексей! Дурак ты Этот хороший был Мне прошлый больше понравился Никого у меня больше не будет Ты у меня один остался Алексей! Учти! Если ты не поступишь в институт Я наложу на себя руки Че ты сделаешь? Суицид я сделаю Глупость Из-за этой ерунды на люстре висеть Почему на люстре? Я таблеток наглотаюсь Или брошусь под скоростной поезд Вот ты знаешь скорость скоростного поезда? Три секрет в час Вот видишь Будешь осторожным Мам Вступлю Ты на какой хочешь? На биологический Договорились Отец Вовы был сильно пьющим капитаном милиции Возвращаясь домой со смены Как правило утром Потому что предпочитал работать по ночам Он завтракал Выпивал Стоху водки Долго смотрел в окно Потом говорил Мда И шел спать Однажды он выпил Стоху Доел сосиски И сказав Мда Спросил Вову Кем планируешь стать, сынок? Бизнесменом Бизнесмен Нет, ты посмотри В воспитале Комерсанта Лучше бы ты сдох, сынок Если ты даже им и станешь То я возьму свой Табельный ПМ И всю обойму Высажу тебе в живот Ты понял меня? Так молчи, мать Я повторяю вопрос Кем ты хочешь стать Сынок? Тогда журналистом На телевидении А вот это вот Правильный выбор Ты же менеджером хотел Перехотел Брат Вовы был инвалидом с детства Он родился уродом и было Каждый год внутри его распластанного В кресле на колесиках организма Что-нибудь доотказывало То сердце То легкие То поджелудочное То желудок За которым таилась коварная железа Мы диву давались Сколько органов может быть внутри человека В конце двора В тупике был флигель с каретным сараем Раньше во флигельке Тихо жила какая-то советская контора Не то госстрах Не то соцужас Потом флигелек Выпупил отец нашего друга Мамеда И устроил в нем автомастерскую Здрасте Здрасте А куда поступать будем? Я на биологию Я на журналистику Молодец 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 Сейчас братья Мамеда Товарищи нашего Выталкивали на руках Невиданную нами ранее машину Длинный как река Широкий как дирижабль И роскошный как музей Эрмитаж На Дворцовой площади Спроси у него куда он поступать будет В конце концов Кто? Сын твой Какой? У меня их шесть женщина Младший Мамед Что пап? Куда поступать будешь? На экономический Слышала? Не верю я ему Врет он все Слышь? Это что такое? Кадил Вагдавиль Ясен Красин Что не москвича Откуда такая машина? Дядя Али Брат Маму пригнал Сломалось Что ты? Такое не ломается А если вдруг сломается Специалиста надо из Америки вызывать А он кто этот дядя Али? Бизнесмен? Нет Бандит Что? Настоящий бандит? А что? Был один настоящий? Не знаю Кто что видел? Ничего не видели? Не я Не Ну и валите отсюда Валим В дверях Джанго Так назывался бар Располагавшийся на той же улице Что и школа Стоял хозяин Костик Завалили кого? Ага Здорово, Костик Мир вам Кого? Да и Быка какого-то В пиджаке Не место, значит Беспредел На районе жить стало невозможно Ну ладно За знаниями Идите Но помните Наркотики разрушают личность И резко понижают половую потенцию Мы помним Заходите Не парься Я и не парился Я просто охренел Не могу сказать, что я любил Светку Или там еще что-то такое Но она была очень яркая Стильная И красивая Однажды я сделал за нее алгебру И она дала потрогать мне свою грудь За Сталинщину За лагеря За репрессии За подавление венгерского восстания Пражской весны За Афганистан Вам предстоит извиниться Перед калмыками Вообще первыми, кто сошел с ума в России после перестройки Были школьные учителя Каждый по-своему Гадюка, например, съехала на теме демократии Перед грузинами А перед азербайджанцами? Да И перед азербайджанцами Перед азербайджанцами-то с каких болтов? Ты у меня 300 рублей за неделю назад Слышь, ты что врешь-то, чурка? Мы вообще с собой вместе пиво пили Антонов Немедленно извинись За что? За чурку Учитель физики Павел Иванович Приходько По кличке Шкаф Огромный, почти двухметровый С мрачной рожей Просто пил Кто хочет пятерку по физике? Коширина А ты не хочешь пятерку по физике? Хочу Но хочу, чтобы было честно Ладно Будем теперь честно Значит так Коширина пишет контрольную А с остальных По 500 рублей Павел Иванович У меня только 400 400, это четверка Рынок так рынок Мои молодые друзья А если двойка, то за 200? Двойка бесплатно Бонусом Ну давайте стройку Вот и Сталева на год взрослеем Как пелась в одной старой советской песне Осталось немного Недолго И Вся жизнь впереди Хотя Какая у вас жизнь? Юноши Бандиты Девушки Проститутки Вот вся ваша будущая жизнь А у вас Борис Иванович? А что у меня? А вы почему бандитами стали? Или проститутки У нас все было по-другому Бандиты были, но мало и то только после войны Проституток не было Плохудры были Шалавы были Профуры, профурсетки Про шмандовки были Верху вертихводки были Но проституток не было Мы коммунизм строили Какие там проститутки О чем вы говорите? А что не построили? Не успели Классным руководителем у нас был Борис Иванович Знаменский Он преподавал историю Поименный список выпускников В смысле их планов на будущее Одним словом, кто и куда Ксенофонтова Чего? Встань, Ксенофонтова С Борисом Ивановичем вообще беда была Каждый раз, когда он смотрел на свою ученицу В его глазах щелкали статью уголовного кодекса Посвященную сексуальному насилию над несовершеннолетними Ну Рассказывай, куда собираешься? Никуда Мне что, так и писать, ворону, никуда? Так и пишите Никуда Ты что, не собираешься дальше учиться? Да хватит уже Одиннадцать лет уже учусь Всю училку поистел Ну-ка, тихо Все замолчали Так нельзя, Ксенофонтова Человек должен быть Полезным членом общества Он Он должен Пользу Приносить этому самому обществу Ой, Борис Иванович Вы даже не представляете Какую пользу я могу принести обществу Ну посмотрите на меня, Борис Иванович Ну посмотрите Я Ну ведь у меня же все есть И зачем мне еще мучиться в университетах Если на меня и так мальчики, как мухи на варенье слетаются А это в мои юные годы Все, чуть-чуть Я напишу Ты в педагогический пойдешь Пишите Анкудинов, Артем На юриста пойду Юридический Куда тебе еще воротку? Простите, что вы сказали? Я сказал, хороший выбор А это Артем Анкудинов По кличке Гангрена Его никто не любил в классе Даже Борис Иванович Борис Иванович, вы меня забыли Никто не забыто, ничто не забыто Я тебя, Антонов, не забыл Ни тебя, ни Самедова, ни Сальникова Вы трое До экзаменов не допущены И аттестат о среднем образовании не получите Во всяком случае, в этом году И тут грянул гром Первый гром в этом году И воду Солнце исчезло Надвинулись тучи Стало темно Найкер мне вообще этот аттестат сдался Жесть Отец убьет Блин, он реально убьет Что будем делать? Ой, да ладно тебе Ты его не знаешь Круто у вас Традиция? Нехилые у вас традиции Ты сын из аттестат зарезал А у вас не лучше будет Иван Грозный сына посохом убил в висок Петр Первый вообще голову отрубился А Александр Первый вообще папу шарфом задушил Ты где эту херню-то высосал? Как ты разговариваешь? А что я сказал, а? Сам знаешь Хорош орать Че тебе? Пойдем, а? Он так просто не отстанет Тебе нельзя У тебя печенка сгнила А все Теперь можно У меня очередь подошла Куда? В морг? На трансплантацию Мать в благотворительный фонд побежала За донорской печенкой Донорской печенкой У тебя же это Почки не пашут Штаны ссышься Не штаны А памперсы Почки, херня, вопрос Парный орган Можно и на одной прожить А вот печень Она в единственном экземпляре У нас же в организме все по парам Двое легких Две почки Мозг и тот Из двух половин состоит Даже яиц двое А печень Она одна Я на почке, кстати, тоже стою Тебе на мозг надо записываться Вообще б корова мучала Кто-то даже среднего образования получить не смог Ты откуда знаешь? Светка рыжая сказала Родители в курсе? Пока нет Пиво принеси Школу закончили Можно поздравить Как говорят, с теряги На свободу с чистой совестью Да пока нет Через месяц А где гулять будете? Так у тебя А где же счета? У меня все Я бизнес продаю А что случилось? Беда, брат Бандиты наехали? Чего? Посмотри на меня Можешь представить, что на меня Не то, что наехали, а просто наступили Заразили мне, Вовик В зоне гепатитом Через немытый шприц Твари А? А? Чего? Гепатит, а? Им Вышел я с зоны В свободе Обрадовался Ясно кончик Все-таки семеро отсидел Не хухарь-мухарь Пить начал Алкоголь и доказал Печенка сгнила Надо новую Пересаживать А это знаешь Каких денег стоит? Каких? Двести пятьдесят тысяч долларов Ждать в очереди Лишь шесть Ты чем, что интересно Сначала платишь А потом ждешь Ну а так капитализм Устроен Мой юный друг Шесть лет Долго Можно же и не дождаться А я про что? Но ждать буду Жить-то хочется Еще хочешь? Че ты такой подозрительно добрый? Не, все Мне в больницу надо На капельницу Все, давай Поехали До позднего вечера Мы накачивались пивом у Костика Оттягивая неминуемую встречу с родителями Костик любил повторять Что мочевой пузырь рассчитан Всего на три кружки пива Мы же выпили по шесть Выпили бы от страха и еще Но Костик закрыл заведение И мы поплелись по домам Зная, что Ярик Сучара Все рассказал своей мамаше Та позвонила моей А моя матушке Мамеда Я жду объяснений Саламу Салам, Атан Геть Не пойду Почему? Федерация будешь Иди сюда Я тебе сердце вырву Отец Мы же в России Здесь не принадлежать Стою добивать А мне насрать Понял Хоть в Америке Ты мой сын Что хочу, то и делаю Подонок Урод Гнида Товарищ Чмошник Выродок Дебил А чем я только тебя родила Лучше б я аборт сделала Ну ладно, матч А то с перебором уже Ну заткнись ты Кретин Идиот Даже школу не смог закончить Нормально И вот Имбецил Я жилы на себе Живу Тащу По жизни инвалиды И вас всех И для чего Вот для чего Для того, чтобы Этот гнус Опозорил меня На весь район Все надежды Мои порушил Вот засранец Я вообще-то не засранец Буквально Засранец это Ярик Я сейчас тебя убью Сволочь Я просто Рита Рита Риточка Ай, черт Вот Дружлаг из-за тебя Сволочь Теперь заржавеет Вот сволочь Ну все из-за тебя Ну вот все из-за тебя Ну, бля Что из-за меня Ты вообще-то Сама его-то откинула Все хорошо Так Садимся Садимся Дыши, дыши Вовчинь Волокордин срочно Давай быстро Я Вова Волокордин Покажи Ну покажи Че тебе жалко, что ли Вот этот Сабухий Исламович Дает А у тебя Да у меня Матушки с сердцем плохо стало Скорую вызвали А отец? Отец сказал Не было в семье ученых И нехер начинать А у тебя Ну да Про Светку я, кстати, не все сказал В том смысле, что запал на нее не я один И Мамед смотрел на нее бараньим взглядом И Вова Ты зачем всем разнесла, что нас до экзаменов не допустили? Моя классность никто не отменял Тем более, что она должна знать свою керольцу Эй, вы че, Светку в голову не видели? Ну че? Все не видели На, Маш Че встал-то? Давай, давай, иди Вот ты где Привет, лузеры Светик Пойдем покатаемся Я у вас за тачку взял Он у папы тачку взял У моих братьев целая мастерская тачек Ага Копейки, четверки, семерки, да? А кадиллак-девиль не хочешь? Ну вы чурки даете? Вы че, целый кадиллак угнали? Ты кого чурка назвал, урод пищавый? Тихо, тихо, тихо Тебе вопрос задали? А че я сказал-то такого? Ты задел его национальность А Да в гробу я видел Его национальность Проси прощения у великого азербайджанского народа Я отцу скажу! Бандиты-автометы, они вам валяль их в жопу ставят! Ты извиняться будешь или нет? А что такого кадиллак долей? Я вас предупредил, уроды! Вас потом почти сейчас будут доставать в мусорных веках! Это американская машина Мерседес вообще рядом не валялся Ну, тогда я готова рассмотреть эти предложения Ну, а пульсов нет, сейчас подгоним Кстати Вова, Мамед, с вас по тысяче За что? За то, что смотрели В видеосалонах платите И здесь платите А Лёха? А Лёша мазал Мамед Да Уверен, что ты все правильно делаешь? У нас в Азербайджане За подло родственнику в чем-нибудь оказать Дядя Али, родной брат мамы Все время говорит Мамед, все, что мое, твое И потом, брат, для тебя это делаю Спасибо А я думал, ты ее любишь Я ее не люблю Я ее любуюсь Слышь, а дядя Али дома? На родину уехал за товаром Слава Богу Освобухи, Сламыч Никого нет Надея Ажи не ушли Слава Богу Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Не, в загородный дом Улети 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 Ну это понятно А для себя? Да, мне ничего не надо Короче Весь полу Получается Батарей Субтитры сделал DimaTorzok Посередине Батарей 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 У вас печень есть? Есть, какая нужна? Какая больше всего на человече похожа? Свиная Покажете? Во Большая Больше всего медвежья похожа Один в один Свиная Свиная На втором месте по похожести Вам для чего? Жарить? Или приколоться над кем? Типа того Свежая Сегодня только резали Парная Тогда берем Берем, да? Ага Пленку срезаем Не, не, ничего не трогайте Вот как из хоряка достали Так и давайте Со всеми трубками Жилами И Хорошо Хорошо, пожалуйста Уверен Уверен Ты что, печень Ярика решил продать? Ну, надо чего-то начинать Так получилось, что печень наш единственный актив Ничего другого у нас больше нет Бог, мы с тобой с детского сада дружим, но Я вот и не вписываюсь Мне по-пацански эту печень брату продавать Вот здесь вот Наши дипломы Аттестаты Загородные дома Бизнес Острова Свобода Петергоф Каждому по парше и Светку в придачу Я тоже Чего? Чего ты тоже? Я тоже не вписываюсь Это брат, понимаешь? Не хотите, не надо Я же для всех хотел Ничего Уоррен Диллинджер пишет Уныние враг бизнеса Субтитры Уоррен Диллинджер Уоррен Диллинджер Уорен Диллинджер Звучит Слушай, у тебя сколько дядей и тетей-то, а? Надо. Вы трупы, понятно? Я отцу скажу, что это вы в меня врезались! Нарочно! Из зависти! Он вас сам пытать будет! Сначала яйца отрежет, потом глаза выколет, руки-ноги сломает, будете всю жизнь! Твою мать! Я Светке морду набью! Светка-то здесь при чем? Какая-то она, сучка, вовсю виновата! Мамед! А дядя Али, он скоро вернется? Через неделю! Мамед! Как Мамед? Это у нас что? Печень! Откуда? Костик! Те адрес или печень? О, Бляша, значит, рыночная экономика! Утром сказал! А вечером доставка! В полцены все справки, сертификаты внутри! Контейнер с возвратом! Годится? Годится? Годится только! Чего? Тут чувствуются риски и немалые! Костик! Какие риски? Здесь все чисто! Ну, например, скупка краденого! Создание организованной преступной группы! Тищение биоматериалов! И, наконец, угроза жизни пациенту, у которого печенок умыкнули! В моем случае, у которого четыре ходки, срок умножается на два! Ясно! Сколько? Сто пятьдесят! О чем базар? Тысяча рублей! Это грабеж, Костик! Это бизнес, детка! И учти, пока ты торгуешься! Тут отмирают клетки! Еще побухтишь ее сразу, коты! Побойся Бога! А что, я не рассказывал? Я в тюряге в буддизм перешел! Мне теперь все по барабану! Что сделаем будем? Буддизм! Переходите! Восемьсот! Большие деньги! Почти лимон! Тогда или нет? Кстати, а зачем деньги вам? Машину хотим купить! Да я вам свою подарю! Говно! Корейская сборка! Мы американскую тачку хотим! Американский бензин намного живут! Я с вами! Сухой лед есть? Найдется! Я сейчас! Мы помчались к Вове домой! С дымящимся контейнером в руках Вова казался древнегреческим богом торговли и стяжательства, летевшего не касаясь ступнями навстречу богатству, успеху, Канарским островам с пальмами, длинноногим фотомоделям, стремителем белоснежным яхтам, английским футбольным клубом высшей лиги в частной собственности, мерзким на вид устрицам, особняку в 142 комнаты в районе Белгравия в Лондоне и всему прочему, что называется, счастьем. Мы летели за ним. По дороге Вова залетел в аптеку. Все, вроде успели. Собрались? Здравствуйте, Маргарита Геннадьевна. Здравствуйте, мальчики. Ну, что же вы? Ну, как же вы так, а? Ну, ладно, этот идиот, а вы-то как, а? У мамедика пять братьев, сестра, они как-нибудь переживут. Ну, а ты, ты же у мамы один. Мам. Ты за крюхом вон свое с тобой вообще не разговаривай, ты мне больше не сын. Бизнесмен занюханный. Пошли. Вот. Это папин костюм. Я готовила это к твоему выпускному вечеру. Ну, сейчас такого уже никто не носит. Сейчас у всех лацканы узенькие и все плеталины. Это классический костюм. Твой папа в нем женился. А я была тогда Яриком уже беременная. Да, уже девятнадцать лет. Ну, ладно, мам, все нормально будет. Получим мы эти аттестаты. Мы, кстати, деньги уже на выпускной сдали. Правда? Правда. Коширина и такой кривоногая, ты ее знаешь. Сколько? По семь тысяч. По семь тысяч. Ого! А откуда вы такие деньжищи взяли, а? У долгу Кошириной взяли. Она богатая. Держи. Отдашь ей. Ой. Что же это я? Мне же надо к Ярику в больницу. В фонде эту печень мне отдавать не хотели. Я говорю, нет. У меня муж капитан милиции. Так что он и проследит. Ну, в общем, я настояла. Они говорят, под вашу ответственность. Я говорю, конечно, под мою ответственность. Я ей отвечу. Естественно, отвечу. Потому что этим фондам я не доверяю. Эти фонды что угодно могут сделать. Они могут потерять, испортить. Потом они могут подменить. Все, что угодно могут. А это все-таки печень для моего сына. Сидим. На дорожку. Маргарита Геннадьевна. Передайте Ярику привет, пожалуйста. Да. Передам. Передам. Костюм чистку отдай. Обязательно отдам. Ты чё? Ярика мне жалко. И мать твою с костюмом этим. А мне не жалко? Это вообще-то моя мать и мой брат, если ты помнишь. Леха прав. Не по-человечески ты родному брату с меня не о чем-то пересаживать. Ярику рот. Спора нет. Но и мне его жалко. А Костика желтоглазого тебе не жалко? Ни капельки. Ну и сидит она на жопе ровная. Это бизнес, детки. Уоррен Диллинджер пишет, в бизнесе нет места чувства. Слышь, Диллинджер, а чё ты тогда у мамы деньги взял, а? Для конспирации. А вы чё хотели, чтобы я чё сказал? Что Костик нам деньги дал за песню Ярика? Я-то куда знаю, чё-нибудь придумал бы. Вот и придумал. Пойдём, займёмся мамедиком. Есть один русский человек в золотые руки. Не называй меня мамедиком. Хорошо. Он поможет. Ё-моё! Чё, это плохо? Ну, жестянку-то я, конечно, сделаю. Покрашу, ковер подберу, но будет видно, что битая. А фары, молдинги и бампер я даже не знаю, где искать. Сколько это времени займёт? Что? Ну, жестянка хотя бы. Ну, работа тонкая. Недели две. А если денег много отвалим? Тогда четырнадцать дней. Мы так бизнес никогда не начнём. Вот чё он деньги не взял? Не знаю. Гоша, иди домой. Я ему раза в три больше предлагал. А он не взял. Мы так капитализм никогда не построим. Гоша, иди домой. Вот с такими людьми... Гоша, иди домой. Гоша, иди, пожалуйста, домой. Твоя мать уже всех достала. Это не мама, а бабушка. Ну да, тем более, иди, а то тебе щас руки-ноги переломаю. Чё делать? Выведите. А ты? Я своих дождусь. Чего? Ой, чё, так нельзя. Это по бизнесу неправильно. Если мы вместе начали, мы вместе и закончить должны. Ну чё, Уоррен Дилинджер, он попробовал начать розничный бизнес со своими партнёрами. А я знаю, почему он деньги не взял. Он побоялся. Тачка крутая, сопляки какие-то вокруг трутся. Так ещё и битая. Лёха. Ты гений. Пап, слушай, а вот что вот, например, если машину угнали, а потом её нашли? Кто нашёл? Грозен. 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 Не знаю. Гражданин какой-нибудь ответственный, например. Ответственный гражданин обращается в правоохранительные органы в письменной форме в виде заявления. Грозен. 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 А это нагрузят? Ну, а если, например, угнанную машину нашли в гараже? Форма собственности? Частный гараж. Оп. А это уже сынок статья. Хранение краденого имущества с целью дальнейшей перепродажи. Машины конфискуются, владелец гаража задерживается, гараж опечатывается. Ну, а дальше уголовное дело, суд, тюрьма, до шести лет. А можно как-то без заявлений и без гаража? Не Юли, сынок. Давай рассказывай. Вова, ты гений. Леха правду говорит. Спасибо, брат. Да ладно. Вообще не стоит обольщаться после первого успеха. Уоррен Диллинджа говорит, что после подъема всегда следует спад. Нет лифта, который всегда ездит наверх. Где-нибудь он по-любому остановится. Ну, че, пойдем совершим бизнес-рывок? Пойдем. Так, завтра фирму зарегистрируем. А, офис арендовал. Че еще? А, еще надо название придумать. Казбек. Казбек? Че Казбек? Это ж гора. Потому что красиво. Три тысячи метров. Наверху вечный лед. И че в нем красиво? Гора как гора. А, к тому же мы, че, льдом торговать будем? Ну, вообще чем торговать-то будем? Не знаю. Может, ничем не будем торговать. Уоррен Диллинджер пишет, что надо делать то, что никто не делает. Или то, что делают все, но лучше всех. Печен, брат, я еще нуты не продавал. Пошли, посмотрим. Надо еще костюмы деловые купить, мобилы. В бизнесе очень смотрят на то, как ты одет. Греческий миллиардер. Анасис, локали протоколы? Анасис. Анасис. Он, будучи юношей, приехал в Аргентину без копейки в кармане. Занял денег у родственников и бизнес в гору попер. Погоди, получается, любому дозону может купить и костюмы бабки сами с собой посыпаться? Ага, конечно. Конечно. Нужно вообще-то, чтобы еще что-то в тыкве было. Зачем тогда костюм? Так полагается. А что этот ломанист в Аргентину ломанулся? Что-нибудь видели? Не, мы только пришли. Ну и валите тогда отсюда. Рома? Может быть. Вова. Ну что мне Вова теперь? От радости его сраться? Это я с тобой только что по электронной почте насчет аттестатов разговаривал. Ага. Ну так бы и сказал. Деньги. Мне вообще так-то еще кое-какие бумажки нужны. Какие? Справка в военкомат, что мы служить не можем. Мы по здоровью. Угу. Белый билет. Тебе виднее. Сделаем. Может еще что возьмете? Что-то еще есть. В последнее время, например, знаешь, хорошо, что уходит. Свидетельство о смерти. А они-то зачем? Ну как зачем? По-разному берут. В основном, чтобы кредиты не платить. С мертвеца-то еще получишь. Какие бабки. Один, правда, брал недавно, чтобы девушку свою любимую перепугать. Ну и вообще разное бывает. Да нет, нет. Нам такое не нужно. Нам только справки для военкомата и аттестаты. Ну, автор подходите. Будет все. Ансасал. Чего? Название Ансасал. Антонов, Самедов, Сальников. Не подходит. Почему? По кочану. Вот ты приходишь, скажем, в налоговую, а они тебя спрашивают. Молодой человек, а вы откуда? А ты им, здрасте, я ансасал. Тогда, СС, по первым буквам. Тоже не подходит. Похоже на название средства от кашля. Название должно быть как удар по морде. Коротким и резким. Мамол. Мамол. Мамет, Вова, Леха. Вообще, Мамол звучит. Звучит же? Звучит. Но Казбек звучнее. Затрахал ты уж со своим Казбеком. Мамол, значит, Мамол. Все, решили? Завтра открываем фирму. В какой-то заполненный людьми конторе нам выдали толстую пачку документов в обмен на толстую пачку денег. Теперь мы были обществом с ограниченной ответственностью. О-о-о, Мамол. Завтра, вы не знаете деньги в сберегательных кассах. Там от них никакого толку. Мамол, мани, мани, мани. Потом был салон красоты. Постепенно мы превращались в нечто среднее между мужскими моделями из гламурного журнала и активистами гей-движения России. В бутике мы купили темные костюмы, белые рубашки и галстуки. Алле. Привет, это Мамет. Здорово. Последним был магазин телефонов. Из него мы вышли с одинаковыми мобилами. Алле. Алле, Мамед. Че звонишь? Вы че, сексуальную ориентацию сменили? Улыбка медленно сошла с лица Мамеда. Предел человеческого терпения не беспределен. Все, что было пережито нашим другом за вчерашний день, мгновенно вошел в его душе в гремучую смесь страха, обид и закавказского гнева. Глаза его сверкнули. Ты че, ты Жанна Клода Ван Дамма насмотрелся? А ты че? Я-то че, я просто сказал. Херню ты сказал. И что, это повод человека ногами по лицу бить? Рома, Рома, ты документы сделал? Сделал. Сделал. Сделал я ваши документы. Самедов через Е или через З? Ты опять? Тихо. Я просто проверяю правописание в документах. В паспорте у тебя как написано? Через Е. Значит, правильно. Антонов. Е. Ну и сальник. Бизнес вы решили открыть, да? Хорошо. Правильно. Какой офис брать будете? А какие есть? Вип. Один диван. Люкс. Два дивана и холодильник. Эконом. Без дивана. Эконом. Неплохо для начала. Факс нужен. Угу, точно. Здрасьте. Здрасьте. Вы бизнес открыли? О, типа того. Офис-менеджер нужен? Документы оборот, кофе готовить, факсы отправлять, принимать. Мы подумаем. Теперь, когда у нас все было. И деньги, и аттестаты, и офисы мобилы. Вове захотелось красивой жизни, как у настоящих бизнесменов. Нам тоже. Мы пошли в самый пафосный ночной клуб на районе, в который еще вчера не смогли привезти Светку из бедности. За наш бизнес! За наш бизнес! Заниматься надо тем, чем никто никогда не занимался. Либо тем, чем занимаются все. Но делать это лучше всех. Ну да, тем, чем брат, я еще никто не продавал. А что если? Мы с Вовой одновременно вспомнили братьев Мамеда. Мускулистых, неразговорчивых и мрачных. Эээ, даже не думай. Ну да, не вариант. Хотя, если поразмыслить, 10 почек это полтора лимона. Убираем по одной, остается 5. Итого получается 750 штук. Кончай! Ну а что так дешево? Мы им Костику за 200 тысяч долларов могли пищу продать. Почки, парный орган, делената. Я тебе что сказал? Да ладно, я просто прикидываю бизнес-варианты. А в своей семье прикидывай? Уже прикинул. Я пошел домой. Стой! Что-то треснуло в нашем бизнес-комьюнити. А заодно и в нашей дружбе. Нам стало гадко, как в деревянном сортире удачной платформы. И тогда Вова, в отчаянной попытке сцементировать распадающиеся на глазах мечту, решил рассказать правду. Вова, скажи, что ты пошутил. Он же убьет нас. Да? А не ты мне сказал, что не по-человече это, а родному брату свинячью печень пересаживать? Не по-человечески вообще никому свинячью печень пересаживать. Он убьет нас. Да все нормально будет. А ты мне набираешь? Нет. Вовчик? Да. Это Костик. Я узнал, Костя. Как дела? Знаешь, не очень. Выписали, Костик? Можно сказать, да. Пиво? Нет. Не хочется. Понимаешь, какая хрень получилась. Повезли меня в операционную. И все вроде чики-пуки. Лобок побрит. Завещание составлено. На всякий случай. В каждой вене по игле. Ну, в общем, все, как мы любим. Привезли. Положили на стол операционный. Сверху люстру зажгли. Перед мордой шторку натянули. Ну, чтоб, значит, хирурги на меня не отключались. Вкололи что-то. И сказали, считайте. Стал считать. Досчитал до пятисот. Не засыпаю. Не берет. Снова вкололи. Ни хрена. Не отключаюсь. Ну, вдруг докторишки засуетились. Ампулы свои стали проверять. Мол, что за хрень такая. Я говорю, доктор, говорю. Ваша дурь меня не отключит. Даже не пытайтесь. Давайте я корешам позвоню. Они нормального кокса в грузовик привезут. Нет, говорит. Мы не можем ни государственную дуру использовать. Нас в тюрьму посадят. Будем так оперировать. Под местный наркоз. Ну, разрезали. Печень мою вынули и в ведро выкинули. Выкинули. Оказалось, не человеческой. А чей? Свинячей. Ужас. На каком рынке брал? На Владимирском. Хороший рынок. Дорогой, правда. Зато все свежее. Костик. Так а чем все закончилось-то? Плохо все кончилось. Вовчик, я говорю. Вставляйте обратно мульвер. А они говорят, нет. Ваша печень згнила окончательно. Я говорю, ну тогда насаживайте на аппарат. На искусную печень. Нет, говорят, такой. Аппарат сердце легкие есть. Искусственная почка есть, а искусственную печень по плану лет через десять поставят. Тогда, говорю, вставляйте поросячью. Ставили, живот зашили, накачали антибиотиками и отпустили домой. Нормальную печень искать. Соображаешь, о чем я? У меня к тебе рекламация. Я не понял, Костик. Чего у тебя ко мне? Печень давай, придурок. А где я ее возьму-то? Твои проблемы. Завтра печень сюда. Иначе мне ее доставят. И ни одну. Привет, пап. Где мама? Привет, сынок. Мама у Ярика в больнице. Как Ярик? Яичница на сковороде. Ярика готовят к операции. Пичкают его лекарствами, чтобы оторжайни не было. И кто кого? В каком смысле? Ну, кто кого отторгнет? Печень Ярика или Ярик-печень? Что-то тебе гложет, сынок. Давай рассказывай. И Вова рассказал отцу про гангрену и Мерседес. Про печень благоразумно умолчал, потому что папа носил пистолет с собой. Время-то было еще то. На выходе из книжного магазина, где нам сварганили аттестаты, К нам подъехали быки на трепанном БМВ и сообщили, что мы на счетчике за разбитый Мерседесом кундиновского папаша. 900 тысяч рублей. Из них 600 за ремонт и 300 за моральный ущерб. Вот так. А еще один из бандосов, зализанный и похожий на обмылок туалетного розового мыла, сообщил нам, что ненавидит пидорасов и черножопых. И даже не знает, кого больше. И что мы похожи и на тех, и на других. И если мы в срок не отдадим бабосы, он снимет с нас кожу, а если отдадим, отрежет яйца. Вот такой вот был выбор для начинающих бизнесменов в 90-е годы прошлого уже столетия. 900 тысяч? С ума. Так а что тебе делать-то, пап? Тут мне один ханурик анекдот рассказал. Приходит Буратино к папе Карло. Говорит, папа Карло, на мальюне жениться хочу. Ну, хорошее дело, говорит, папа Карло. Говорит, от меня-то что ты хочешь? А ты мне хотя бы гвоздик-то убей. Гвоздик-то. В общем, мораль всей басни такова, сынок. Перед тем, как мальвину-то заваливать, нужно подумать сперва о гвоздике. Понял? Нет. Разбирайся сам. А если меня убьют? Убьют. Похоронен. Во-первых. Осенний. СпSenг. Субтитры создавал DimaTorzok Банк, как я понял, был нашей последней надеждой Вова протестировал Дилленджера Банк – первый и последний порт, из которого корабль вашего бизнеса начнет свое плавание В котором закончите его Начинать уже точно не хотелось Хотелось, чтобы большая склизкая торпеда с бляхой БМВ просто пролетела мимо нашей убогой лодки Кредит? Кредит на развитие фирмы Миллион три-четыре Так три или четыре? Три паспорта Отлично Все правильно Подо что будете брать кредит? На развитие фирмы хотим Я поняла Наш банк принимает под залог недвижимость, драгоценные материалы, иные ценности, даже товары У вас что-то есть из вышеперечисленного? Валить надо, парни Куда? На Украину Почему на Украину? Потому что там все бегут на Украину Все бегут в Лондон Лондон? Скажешь, ты же Я и на Украине-то никогда не был А где ты вообще был, а? Петербург Отдавайте ко мне в Азербайджан Там в горах родственники спрячут А мы что в этом Азербайджане делать-то будем? Баранов пасти А на Украине что ты будешь делать? Сало жрать? Че с вами? Ничего Все в порядке Кстати Тебя как зовут-то? Надя Так че надумали насчет офис-менеджера? Надумали Так вы это Я девушка Нормальная Приличная Добро пожаловать в фирму Маол Я думаю, это надо отметить Все согласны? Че, пить будем? Я не пью Я спортсменка А по какому виду? Академическая гребля Правда, я сейчас ушла из большого спорта А че так? Много не нагребешь Может, вина? Морсу Я бы выпила Морс есть? Есть Водка Сколько? Пятьсот Донор? Донор Крепкая Крепкая Согласится Поздно Надь Подпиши Че это? Дарственная 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 Крука Мой все продает О, дарит Ты даришь свою печень Вот Тому человеку С каких болтов Я его даже не знаю Че, че, жалко Слушай Я забыла Сколько этих Печеней-то В организме Две Одна с правого Вторая с левой Ну, тогда Не жалко Че, одну Пожалуйста Чем Вот Это Тоже Кто Крепкая Что с тобой? Я думал, у тебя ушки не храпят. Храпят. Стой, надо лифчик снять. Зачем? Мы же печень берем, а не сердце. Печень здесь. К тебе на Баку улететь? До ночи, Ваня. Так, через полчаса встречаемся и в аэропорт. КОНЕЦ 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 Есть будешь? Нет. Умер? Кто умер? Ярик. Разрезали нашу Яречку, а у него печень нормальная. Траченная, но нормальная. Ошиблись врачи. А Ярик? Да чего Ярик-то? Он лежит и ждет, когда у него швы затянутся. Значит, если хочешь есть, то борщ на подоконнике. Ярик. 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 Видел чё-нибудь? Видел чё-нибудь? Дальше я помню плохо. Помню кричащую тетю Зулю, Вову, почему-то с дымящимся контейнером в руках. Молчавших братьев Мамеда, соседей, подъехавшую скорую, ментов. Мамеда родители и братья отвезли хранить на родину, в Нахичевань, куда мы и хотели бежать. Обратно семья Самедовых не вернулась. На следующий день Вова отнёс печень Костюку. В этот же день Костюк лёг в больницу, из него вынули поросячью печень и вставили человечную. Вот и стали мы на тот прослед. Они желались их, ладно? И по-ра-моему встаёт. Пусть мы для своих голубей провожаем в крыщальный полёт. Пусть цвета твой не лёгёт. И нигде не спинают в рамки. Анхудинов, Артём. А ещё наши мамы сходили к директору школы и нас допустили до экзаменов, которые мы с грехом пополам сдали. Пусть цвета твой не лёгёт. Им уже не вернутся назад. Хотел убить Гангрена. Даже купил на барахолке потёртое охотничье ружьё. Но отец Гангрена увёз его в Прагу учиться в университетный экономист. Ружьё нашла мама под моим диваном и выбросил на помойку. Память о детстве твоё, И как крушится в ухе рукой, Пусть летят они летят. Ну ничего, и земля она круглая. Я, кстати, недавно встретил Бориса Ивановича. Он в подземном переходе на раскладном стульчике играл на баяне. Светка в Америке. Вова Антонов теперь работает в Казпроме. Ну а я, я вставляю пластиковые окна. Не сказал бы, что очень нравится мне это дело, но на жизнь хватает. Грех жаловаться. Деньги бывают, такое бывает, такое бывает, но только недолго не храните деньги в сберегательных кассах. Там от них никакого толку. О-о-о-а! О-о-о! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ